Одноглазые В ролях Кэти Джурадо, Бен Джонсон, Слим Пиккенс, Ларри Тюран, Сэм Джилман, Тимоти Кэрри, Мириан Колонн и другие. А также Пина Пеллиссера. Авторы сценария Гайя Троспер и Колдер Уильген. По роману Чарльза Нейдера «Достоверная смерть Хэндри Джонса». Оператор Чарльз Лэнг-младший. Композитор Хьюго Фридфофер. Продюсер Фрэнк Розенберг. Режиссер Марлон Брандо. Сонора, Мексика. 1880 год. Скорее, Дэн. Надо убираться, пока никто не пришел. Тихо, нас могут услышать. Все вычистил? Да, а ты? Да. Добрый день, Сэнер. Добрый день. Идем. Быстро. Скорее, Док. Пошли. Парень, идем. Погоди, Дэд. Сэнерита хочет меня обмануть. Не убирайте меня. Не убирайте меня. Ограбление. Они ограбили банк. Они поскакали туда. Ты разве не с нами? Все девицы твои. Скоро вернусь. Не пей слишком много. Мы должны быть на ногах. Наконец-то повеселимся. Ваш дом находится в Мексике? Мой дом? Он там, где останется мой конь. Вы много путешествуете? Да. Я часто езжу через город в город. Перевожу деньги. Вам что-то попало в глаз. Все? Нет. Позвольте, я вам помогу. Сейчас. Закройте глаза. Я была сочла вас, джентльмена. Я ошиблась. Близко. Уходите. Хорошо. В салонах, где я провел свое детство, не учат хорошим манерам. И раньше я никогда не встречал столь прекрасных дам. Простите, сеньора. Я не хочу, чтобы вы думали обо мне плохо. Вы немного не сдержаны. Но вы можете приехать снова. Вы не представляете, как я рад это слышать. Стойте. За мной. Хочешь меня? Да. Надо их разыскать. Да, капитан. Слушай команду. Четырем спешатся и ждать слева. Остальные со мной. Ты зайдешь с другой стороны. Да. Спешиваемся. Тише и осторожнее с саблями. Тихо. Тихо! Стойте! Или будем стрелять? Посмотрите наверху. Никого не упустили? Их было больше. Посмотреть все. Они где-то здесь. Скорее беги через окно. Туда. Ботинки, держи. Торопись. Пусти. Нет. Пусти меня. Нет. Нет. Моя мать подарила мне его перед смертью. Я бы хотел, чтобы теперь его носили вы. Я не могу. Я не могу его принять. Прошу. Мне это будет лучше. Оно такое красивое. Я буду с гордостью носить его. Спасибо. Рио! Ты там, Рио? Да. Быстро в седло. Погоня! Скорее, на лошадь. Где доктор? Мертв. Хочешь к нему? В чем дело? Прости, дорогая. Может, в другой раз. Дай глотнуть. Сейчас. Держи. Быстрее. Вон они. Шевелитесь. Скорей. Стой, Дэд. Вернись. Быстрее. Золото. Возьми золото. Скорей. Давай. Стойте. Где твое ружье? Где-то вырони. Назад, ребята. Окружим их. Скорей. Постой. Отсюда их не достанешь. Через час они нас возьмут. Если мы что-нибудь быстро не придумаем. У нас есть одна лошадь. На толку-то. Может, поблизости от Сан-Филиппа есть фермы с лошадьми? Нет. Да. Ты еще успел там набиться и убить козу. Помнишь? Да. Если мне не изменяет память, это в четырех-пяти милях вниз по каньону. Да? Какой в этом прок. Под нами вдвоем она не пройдет и полумиля. Тогда один останется здесь, а другой приведет свежих лошадей. Слишком рискованно. Не более, чем сидеть здесь и ждать, пока нас погружат со всех сторон. Трудно решиться. Но выбора нет. Кто останется? Бросим жеребий. Кто выберет пулю, тот едет. Ты. Я скоро вернусь. Парень? Да. Он пригодится. И не уходи. Даже не думал. Эй, парень. Что вы хотели? Чей это дом? Моего отца. Зови его. Папа. Добрый день, сеньор. Добрый. Послушай. Все в порядке? Да. Сколько стоят те лошади? Чем могу вам помочь? Сколько ты хочешь за лошадей? Эти лошади не продаются, мне стоило долгих трудов. Короче. Сколько? Сколько? Двести песо. Двести песо. Иди, Мануэль. Быстрее. shake. П weaker. Мануэль. Двести песо. the и Дай мне сумки. Дай мне сумки. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Спасибо, друг. Держите его на прицеле. Спускайтесь. Держите его на прицеле. 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 И я его найду. Держите его на прицеле. 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 Хочешь кусочек лимона? Что с тобой, Боб? А что? У него глаза на выходе. Это от того, что я вижу красавицу. Парни, вы друзья или враги? Друзья? Тогда вы оба мои друзья. Да? Да. Ладно. Перестаньте. Такие тут девушки, а? Добрый вечер. Это правда? Вы, ребята, ждите здесь. А я сейчас вернусь. Куда ты собралась? Я сейчас. Она хочет напоить нас, чтобы потом обворовать. Дружок. Помнишь меня? Конечно. Как ты, Рэд? Хорошо, а ты? Тоже. Что ты здесь делаешь? Убиваю время. Я не видел тебя уже лет пять. Я слышала, ты попал в беду. Было дело. Плохо. А что стало с твоим другом? Не знаю, мы с ним расстались. Давно его тут не видно. С тех пор, как тогда за вами приличался капитан с ребятами. Что они тут устроили? Может, он пересек границу? Да. Эй, Рэд, что ты делаешь тут, когда я там? Я сейчас приду, детка. Подожди, я беседую со старым другом. Идем. Подожди. Сейчас она придет. У меня только пара вопросов. Разговоры стоят денег. Идем. Подожди. Не трогай ее. Что ты сказал? Я сказал, не трогай ее. Мне не нужно указания всяких придурков. Текст фильма. Карви Джонсон, ты прославишь здесь свое имя. Ты будешь убит парня по имени Рио. Это он? Ага. И на твоем месте я бы не стал рисковать своей шкурой, чтобы это проверить. Мне плевать, кто он. Правда? Я Боб Эмори. Хочу пропустить с тобой по стаканчику и кое-что обсудить. Увидимся. Не мешаю. Не обращай на него внимания. Он перепил. Слышал обо мне? Я Боб Эмори. Нет. Ладно, не важно. Мне повезло, что я вот так тебя повстречал. Хочу предложить тебе одно дельце. Ты бы хотел разбогатеть раз и навсегда? Это могло бы изменить твою жизнь. Что ты хочешь сказать? В 14 днях пути отсюда есть город. Там самый богатый банк, который ты видел. И никакой охраны. Зачем ты говоришь это мне? Мне нужна помощь, чтобы его обокрасть. Ты не сможешь сделать это сам? Двух человек мало. Нет банка, что нельзя обчистить вдвоем. Верно. Но, может, мы договоримся? Ходят слухи, что ты ищешь некоего Дэда Лонгварда. Старые счеты. Если это правда, я могу сказать, где он. Мне продолжать? То, что я скажу вам. Письма тебя позабавит. Дэд Лонгвард, шериф того города. Так мы заключим сделку? Да. А вот и он. Монтеррей, Калифорния. Думаю о деньгах, что ждут нас там. И мне хочется плакать. Харви, наконец-то ты сможешь одеться и надушиться, как король. Вперед, надо хорошо подготовиться. Субтитры создавал DimaTorzok Офис шерифа. Сними всем комнату, я сейчас. Кого-то ищете? Деда Лонглтан. Не знаете, где он? Зачем он вам? Хочу его видеть. Кто его ищет? Я. Зачем? Я его помощник. Вы мне не поможете. Я же вас попросил. Ты это видел? У меня много важных дел, и нет времени болтать с тобой. При отсутствии шерифа отсутствует вежливость. Если хочешь, чтобы тебя отшлёпали, сынок, знай, это как раз моя работа. Что ж, можете попытаться. Где я могу найти Деда Лонглтан? Может, у него дома. Где это? В двух милях от города по южной дороге, что ведёт на пляж. Так. Первый дом слева от дороги. Дед. Дед. К нам гости. Кто-то едет. Кто-то едет. Кто-то aus. Кто-то едет. Кто-то едет. Кто-то едет. Кто-то едет. Спасибо. В чем дело? Ничего, просто дай. Кто это? Закрой окно. Не выходи. Закрой окно. Все так же. Зачем приехал? Я здесь. Проездом. И решил тебя повидать. Я знал, что ты когда-нибудь придешь. Я рад, что ты здесь. Я столько лет хотел тебе кое-что сказать. Зайдешь выпить? Ладно. Все хорошо? Отлично. Садись. Итак. Когда мы в последний раз пили вместе? Текилу. Кажется, когда нас загнали на вершину Гарри. Пять лет назад. Да. Прошло пять лет. Думаю, ты хочешь знать, почему я не вернулся? Хотел бы. Я думал, ты еще не протрезвел. Встретил девицу, а я вылетел у тебя из головы. Я о тебе не забыл, но ничего не мог сделать. На ранчо не было ни одной лошади. Старик-мексиканец не говорил толком по-английски. Я лишь понял, что он недавно продал лошадей. Так, бегая лошадь устала, но я направил ее прямо к тебе. В камьоне повсюду были солдаты. Я бросился оттуда прочь и добрался до Кинтэй, прежде чем лошадь упала. Я затаился в салуне. Золото закрыло всем рты на замок. Там ведь оставалось немного. Но я смог пересечь границу и осесть здесь, в Монтер-Рей. Я решил не усовываться пока. Пока не забудут наши дельцы в Мексике. Я стал честным жителем. Меня избрали шерифом. Ты знаешь, каким я был. Поэтому можешь не поверить. Я чувствую, что не просто так заехал в гости. Не жаль. Если так, просто скажи мне, где и когда. Я приду. Зачем это, Дэйв? Ведь со мной тогда ничего не случилось. Я обвел их вокруг пальца, спустился и украл рошадь капитана. Они меня не нашли. С тех пор моими делами рулились девочки, хорошая выпивка, да шумные гулянты. Ты меня не обманываешь? Ты меня знаешь. Если бы я хотел отомстить, ты бы уже валялся по частям на своем крыльце. Конечно, я сердился на тебя, но уже пять лет прошло. Разве можно столько зериться? Правда? Ты знаешь, что тебе надо сделать? Что? Остаться на ужин. Послушай, я уже сказал тебе, что я здесь проездом. Не хочу мазать людям глаза в твоем городе. Тебе не о чем беспокоиться? Нет, нет. Подумай об этом. Я ведь все еще в деле. Но с семьей я тебя познакомлю. Ладно. Идем. Мария! Подожди. Мария! Приехал мой старый друг. Мария! Мария! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы ждёте моего отца? Да. Не желаете присесть? Да, конечно. Спасибо. Я вас познакомлю. Я рад, что ты здесь. Рио, познакомься с моей семьёй. Моя жена Мария. Здравствуйте. Очень приятно. Моя приёмная дочь. Мы уже здоровались. Её зовут Луиза. Очень приятно. Я люблю её, как родную дочь. Рио остаётся на ужин. Чудесно, мы вам рады. Не хочу вас беспокоить. Нет, что вы. Никакого беспокойства. Хочешь умыться? Да. Возьми шляпу. Отец наш, Благодарим тебя за то, что ты вновь собрал нас за этим столом. Прошу тебя, благослови эту пищу, что ты послал нам для того, чтобы мы были в силах исполнять твою волю и не оставь нужды других воения Иисуса. Аминь. Не слышал, чтобы ты молился перед едой. Да. Вы давно знакомы? Да, очень давно. Я тогда ещё был ребёнком. Когда его встретил? Дэд никогда раньше не говорил о вас. Раньше было по-другому. Он был бандитом? Ладно, все здесь знают, что когда-то я не дружил с законом. Хорошо, что мы тогда были. Веселились на все сто. На все двести. Нам повезло, что шкура осталась целой. И что мы не гниём сейчас в тюрьме. Повезло? Это удача. Да, так и было. Но это было давно. Вы грабили банки, мистер Вилл? Да, мэм. Я и Дэд. А сейчас нет? Нет. Вы задержитесь в Монтерее? Мне надо перековать лошадь и сделать пару дел. И куда вы отправитесь потом? Не знаю, миссис Лонгворд. Может, в Орегон? Говорят, там есть великолепные места. Вы останетесь на феестре? Когда она будет? Завтра днём и ночью. Только вы не сможете купить подковы для коня. Всё в городе будет закрыто. То есть, магазин, кузница, банк. Да, и банк тоже. Да, миссис Лонсом, почему бы вам не остаться? Ты же слышала, сеньор едет в Орегон. Я могу отложить поездку на пару дней. Зачем тебе эти уличные пляски? Вполне сойдёт за увлечение. Так вы останетесь? Как можно отказаться от приглашения столь времени? Да, я остаюсь. Да, говорю тебе. Не знаю, как для тебя, а для меня это большой день. Пять лет сомнений позади. Сегодня я засну спокойно. Я рад. Удачного праздника. Скажи за меня, жене, спасибо. Ладно. Спокойной ночи. Спасибо, что пришёл. Пока, Дэд. Я имею право знать, где ты был. Запомни, Боб, я никогда не даю объяснений. У тебя нет этого права. А я проехал 900 миль. Не за тем, чтобы уйти с пустыми руками. Банки откроются лишь послезавтра. А что с Лонгвартом? Пока ничего. Когда откроют банк, я его убью. Добро пожаловать на праздник. Отдыхайте и веселитесь. Каждый год мы празднуем фиесту, чтобы не забыть о том, что мы все друзья и соседи. Также хочу поблагодарить вас за избрание меня шерифом на новый срок. Я ценю вашу поддержку и продолжу делать всё, чтобы вы гордились тем, что в этом городе растут ваши дети. Итак, начнём. That's it. Let's have it. Come on. АПЛОДИСМЕНТЫ Дайте мне цветов. Каких пожелаете? Мне все равно. Фиалки очень милые. Хорошо. Как дела? Сколько стоит эта вещица? Это? Я ее не продаю. Но рада, что вам понравилось. Я дам вам 15 долларов. Я не продам ее. Ее подарил мне муж. Тогда я дам вам 30. Она ваша. Очень красиво. Но 30 долларов. Не будь жадным. Привет, Марта. Привет, Хелен. Миссис Лонгборд. Здравствуйте. Луиза, я хотел поблагодарить вас за столь радушный прием вчера. Ужин был чудесный. Я рада, что вам понравилось. Большое спасибо. Привет, парень. Привет, Дед. Веселишься? Еще пока не начал. Я слышал твою речь и видел, как ты потом отплясывал. И здесь большой человек? Да, пришлось приспособиться. И тебе нравится быть таким? Еще бы. Продолжишь танец? Забудь о нем. Начнем с тобой новый. Поздравляю, Дед. Миссис Лонгборд. Привет. Синьорита танцует? Мне жаль, но синьорита обещала танец мне. Вы поздравляете? Простите. До встречи, Дон. Друг, ты опоздал. Пойдем выпьем пиво. Танцуй и веселись. Луиза. Луиза, тебя ищет мать. Простите. Я вернусь. У стойки барбекю. Привет, Дед. Как дела? Представишь своих друзей? Мое имя Эмори. Эмори? Боб Эмори? Да, это я. Твой портрет на здании почты. Тогда вы и меня должны знать. Я Джонсон. Вот что, парни. Закон не свирепствует во время фиесты, но завтра я наведу в городе порядок, так что уезжайте с рассветом. А пока веселитесь. Спасибо. До свидания, Шеррилл. Очень мило. Пока, Рио. Где ты подцепил этих типов? Трудно найти достойных партнеров. Ведь такие, как ты, уже не в деле. Я пришла пора прощаться. Прео, я хочу сказать вам кое-что сказать. За всю свою жизнь я не встречала таких людей, как вы. Мне жаль, что вы не ходите. Мне бы хотелось узнать вас лучше. Возможно, вы бы пожалели. А, нет, никогда. Прощайте, Луиза. Спасибо. За все. Рио. Рио. Я искала тебя. Я искала тебя. Все. Иди сначала проспись, пьяница. Надо поговорить. Что ж, давай поговорим. Это серьезно. Я подумал, ты сбежала с бродячим торговцем. В чем дело? Поехали домой. Прямо сейчас. Перестань. Послушай, твоя дочь, Луиза, я хочу поговорить о ней. Что с ней? Я не видела ее уже час. И твоего друга тоже. И что плохого? Прошу тебя. Что? Попытайся ее найти. Только не сейчас. Именно сейчас. Прошу, мистер Лонгвард. Ладно, миссис Лонгвард, я иду. Но я вернусь. Иди, иди. Хороший костюм, Банович. Чет? Привет. Привет, Лиз. Ты не видела Луизу? Выпей со мной. Нет, не надо мешать. Она танцевала там, с этим чужаком. Выглядишь сегодня отлично. Ты тоже. Веселитесь. Что ты видишь, друг? Вижу пустой стакан. Налей мне. Спокойно, не толкайтесь. КОНЕЦ КОНЕЦ Дамы и господа. Что? Мы едем домой? Но наша фиеста еще не закончилась. Слушайте. Я шериф Лонгвард. Сюда его. Оставьте меня в покое. Я не хочу домой. Где Луиза? Где Луиза? Не знаю. Поехали. Где Луиза? Она где-то здесь, с этим типом, Рио. Я ее найду. Успокойтесь. Но моя дочь... Не волнуйтесь, я ее найду и привезу домой. Пообещайте мне. Конечно. Давай, поехал. Я ее найду. Я позабочусь о Луизе, миссис Лонгвард. Не волнуйтесь. Что с тобой? Я никогда не встречал такой красавицы. Я уверен, что много хороших женщин в твоих ногах. Может быть. Но не таких, как ты. Я должен тебе признаться. Я солгал тебе. Я не богат. Я работаю на правительстве. Зачем ты солгал? Я не могла. Мне запрещено говорить правду. Я еду в Орегон не ради этого летения. Я проведу там 4-5 месяцев. Ты когда-нибудь вернешься в Монтерей? Когда-нибудь? Надеюсь. Я не смогу уделять тебе много времени. Вряд ли я смогу стать хорошим кавалером. А ты любому стал бы великолепной женой. И я знаю, что я имею права. Просить тебя ждать меня. Я знаю, что ей сказать. Не надо ничего говорить. Просто подумай об этом. Да, я буду тебя ждать. Ты не представляешь, что я чувствую. У меня нечего тебе подарить. У меня нет кольца. Только это подвеска. Мать дала мне ее перед смертью. Будешь ли ты носить ее, пока я далеко? Я буду ее носить. Я буду ее носить. КОНЕЦ Я буду по тебе скучать. Буду писать тебе каждый день. Какой у тебя адрес в Орегоне? Я не еду в Орегон. Ты должен. Я не хочу отрывать тебя от работы. У меня нет работы. Моя работа — грабить банки. О чем ты? Все, что я сказал тебе вчера — это ложь. Можешь? Да. Все? Да, почти. А подвеска матери? Что? Тоже ложь. Я не знал своей матери. Я купил это у торговки за 30 долларов. Ну вот. Это все. Уже поздно извиняться. Я тебя унизил. Ты меня простишь. Ты унизил себя. Ты унизил себя. Ты унизил себя. все крас池. ты уничтожил меня. И я не знаю сторонку. КОНЕЦ 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 Напугал? Ты не спишь? Что-то ты делаешь. Хочу знать, где ты была. Гуляла. А сама погуляешь. Какая разница, с кем гулять? Гуляла. 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 ГУК ГУЛЕН Пuit First АЛПА Я? ГУЛЕН Мне, Лон Прости, что разбудил тебя так рано Но ты должен знать Ее не было всю ночь Кого? Луиза Она была с Рио И откуда ты знаешь? Я следил за домом Она пришла только сейчас Вся вздобранная Я должен был сказать тебе Да, должен Вся вздобранная Лун сказал мне Что ты была с Рио всю ночь Это правда? Ну, нет Тогда почему ты одета, а постель не тронута? Отвечай Ты была с ним? Да, но... Но... Но что? Что? Ничего не было Не лги мне Я не лгу Мы просто гуляли Значит, просто гуляли Да Мы гуляли по берегу Клянусь В чем дело? Что случилось? Что? Луиза, в чем дело? Жена Нам надо поговорить Луиза, в чем дело? Что ты делала ночью? Что случилось? Ответь мне Я жду Мне кажется, она лжет мне Луиза не станет лгать Надеюсь, ты права Луиза Луиза Это правда? Ты была с ним? Зачем? Зачем ты это сделала? Я думала, он меня любит Но это была ложь Прости меня, мама Прости Прости Она сказала правду? Да Ты уверена? Да Она была с ним всю ночь Все в порядке Пусть сидит у себя Приятного аппетита И горячий кофе Как раз, кстати, после такой ночки Как повеселились Эй, приятель Эта лошадь сама умерла Для этого я ей дал вам нож Эй, парни, ты придешь или нет? Как славно мы провели время Что тебе еще? Мы хотим пить В горле пересохло Еще виски Ты будешь есть? Будешь? Я не голодна Принеси еды Детка, давай выпей Не хочу Не упрямься Пей Я не буду Будь хорошей девочкой Один стаканчик Нет, я не хочу Хватит ломаться Пей Пей Вот Только так сними и можно Плати и убирайся Сколько? Шесть песо Погоди, Марли Она должна поесть Не то она умрет с голоду Меня тошнит Не будешь есть? Оставь нас Уходи У меня приличное заведение Что ты тут развел? Ну, будь умницей Ешь Ты мне руку сломаешь Вот Теперь будешь есть? Что-то еще? Нет Хочешь кашки, парень? Спасибо Иди проспись, ублюдок Я его убью Теперь я точно убью этого мерзавца Пусти Пусти меня Или тебя я тоже убью Пусти сейчас же Пусти, говорю Берегись Я знал, что рано или поздно Его кто-то прикончит Это случилось Вы его убили Надо убрать труп Оставлять его здесь нельзя Грязное животное Наконец-то тебя убили Пусти меня, негодяй Я сказала, пусти Пусти Что теперь будем делать? Это ничего не меняет Ждем остальных И делаем свое дело Давай-ка выпьем Привет, парень Привет, Дед Как все было Мы повздорили Он направил мне В скину винтовку Правда Он не оставил мне выбора Он давно нарывался Если б не ты Это сделал бы кто-то другой Надо убрать его Отсюда Отнесем его в морг Помогите мне Ладно На повозку Эй, парень А теперь отдай-ка мне свой револьвер Ладно Ладно Ифрим Да Эйс Тим Лон Лон Левой рукой Бросай Лон Пошли Я просил его не создавать мне проблем А ты наплевал на мою просьбу И убил человека Нам Это совсем не по душе Придется мне преподать тебе урок Посмотрим, насколько тебя хватит Дорога Такая хорошая Редактор Три Минут 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 Девушки отдыхают Они вооружились как на войну И потом это немного собьет с него спесь А как же дело с банком? Об этом придется на время забыть Ну, что теперь скажешь? Лучше убей меня Убить? Нет, это не нужно Попрощайся с Кольтом Развязать! Ведите его лошадь! Я тебя отпускаю Но если ты вернешься Я пристрелю тебя как бешеного пса Ладно, хватит Все кончено По домам Черт! Разодрано до костей Прости, что не помогли, Рио Мы подоспели уже к концу Было слишком поздно Забудь, Бон Мы хорошо подготовились Ты меня знаешь Если бы я мог что-то сделать Я бы не стал медлить Я же сказал, забудь А что мы будем делать? В Баре-Миле есть рыбацкий поселок Мы с дьявола И зачем он нам? Мы будем ждать Ждать Ты сможешь туда доехать? Они тебе всю руку разбили Кости сломаны Похоже, ты еще долго не сможешь ей действовать Можешь со мной не ехать, Боб Не в этом дело Я лишь думаю о тебе Ладно, поехали Я моих Выиграл Нет Выиграл Нет, нет Ты же ульничал Друг Нам нужны комнаты Мой друг болен Нам нужен кров Сколько комнат? Четыре Что это? Карми? Это рыба? Ну и вонь А где можно что-нибудь выпить? Там Редактор субтитров Привет, Луиза Добрый день Постой-ка Ты сегодня свежа, как роза на рассвете Я знаю кое-что о твоем друге Как там его зовут? Рио Я подумал, тебе интересно Правда? И что ты знаешь? Он затаился в поселке на мысе дьявола Зализывает раны Откуда тебе известно? Кое-кто видел его там Четыре недели И все то же самое Рука не заживает Брось это дело Уедем в Маделос Отдохнем Забудь о Лонгварде Он того не стоит Что скажешь? Ты сошел с ума КОНЕЦ 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 Мне надоело есть рыбу, и болтаться здесь без дела тоже. Шесть недель в этой манючей дыре. Рука не заживает. Как твоя рука, Рио? Хорошо. Я подумал, к чему терять время здесь. Дай мне ковш, Боб. Золото в банке давно нас дожидается. Дай мне ковш. Знаешь, что мы сделаем? Мы будем ждать этого шерифа в двери его дома. Затем мы его хлопнем и поедем брать банк. Я так не работаю, Боб. Нет? Так начни, потому что твой стиль кажется мне слишком медленным. Мне надоело слушать шум моря. Я проехал 900 миль, полагая, что по мастерству тебе нет равных. Но все в прошлом. Теперь даже я стреляю лучше. Ты всадишь в меня шесть пуль. Прежде чем выстрелю я. Нет, Боб. Ты не собираешься вставать уже восемь утра. Вставай, дочка. У нас много дел, нужно убрать в доме. Луиза. Почему ты не отвечаешь? Луиза. 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 В чем дело? Мама. У меня будет ребенок. Луиза. Луиза. Игра. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как ты нашла меня здесь? Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Уеду отсюда. Не хочу видеть, как они тебя похоронят. Я люблю тебя. Люблю. Постой. Ты ведь не просто так пришла сюда. Конечно. Но сейчас это не важно. Субтитры создавал DimaTorzok Мистер Модеста, ставлю четыре. Я пас. И для меня это слишком. Снова мне не везет. Ладно, спасибо за щитрый подарок. А куда делись твои деньги? А, Ромео. Хотя бы компенсировал нам эту потерю времени. Да, Харви? Да. Может, тогда ему надоест бегать по пляжу за этим кузнечиком в юбке. Ты, как всегда, попал в точку. Встань, гнусный мерзавец. Ты будешь на ногах, когда я выстрелил. Встань. Встань. Ты перешел границу. И еще раз про нее вспомнишь, я вырву тебе язык. Вырву тебе шутка. Спасибо. Спасибо. О банке завтра придётся забыть? Да. И что ты будешь делать? Поеду за ней через день. А Лонгвард? Молюсь, чтобы он не встал на пути. Ты едешь с нами, Модеста? Не знаю. Вы в Мексику? Может быть. Что скажешь, Карви? Почему бы и нет? Что ещё делать? А твой друг? Серьёзно собрался припустить за этой девицей? Может быть, не знаю. Попрощаюсь с ним и едем. Ладно. Парень. Мы уезжаем. Я пришёл попрощаться. Столько лет вместе. Верно. Ты обо мне не забудешь? Нет. Я же буду по тебе скучать. Послушай, если тебе здесь надоест, приезжай в Моделосу. У меня там есть небольшой домик. Не дворец, конечно. Но жить можно. Может, когда-нибудь приеду. Ну, прощай, друг. Прощай. Береги себя. Рио! Прощай, друг. Удачи тебе. Береги себя. Прощай. Прощай. Куда вы? Нам сюда. Нет, сюда. Это путь Монтерей. Верно. Мы едем брать банк. Вы вдвоём? Я думал, у нас трое. Ты с нами или нет? Нет. Так не пойдёт. Это ограбление повесят на Рио. Может быть, чуть позже. Мы устали ждать Рио. И нам всё равно, что будет с ним. Потому что он больше не главный. Главный я. Так ты едешь или нет? Нет. И вы тоже. И кто меня остановит? Ты? Да, я. Так, Модеста. Ты начинаешь меня сильно разочаровывать. Вы дадите Рио время. Ещё одно слово. И я несу тебе башку. Ещё одно слово. Может, я его и скажу. Да, скажу. Ты болван. Болван. Ещё раз. Он действительно меня разочаровал. Да. Ты не это ищешь. Держи, болван. Держи. Нет завтра. Они злиные. Сейчас я сказал. Рафа-балан. Ухаха. Рафа-балан. 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 Идем. Жди меня, я сейчас. Ладно. Эй, Вангвард! Вангвард! Доброе утро, шериф. Рио сказал, чтоб вы ждали здесь. Зачем? Он приедет вас убить. Скажи, что я его здесь жду. Ладно, скажу. Доброе утро. Доброе утро. Минутку. Сейчас. Вклад? Это вряд ли. Где твоя пушка? У меня ее нет. Нет. Лучше найди ее. Она там. Глупо. Давай купюр. Мелочь оставь. Мистер Карби, мой отец не заходил? Он недавно ушел. Боже мой. Ты будешь умницей, правда? Ты будешь умницей, правда? Не будешь кричать и пытаться убежать. Сиди в углу, и тебя никто не тронет. Поторопись, не то прострелю печенку. Это все. Я это возьму. Что происходит, Лон? Это не фейерверк. Пошли. Эй, парень. Ты жив? Что там произошло? Привет, шериф. Дэд? Город словно бочка с порохом. Еще чуть-чуть, и он взорвется. Я сделал все, что мог, но нужен ты. Что случилось? Ограбили банку, вот что. Кто? Банда Рио. Клерк убил Боба Эмри, второй бежал. Они убили дочку Эймса. А где Рио? Его не видели. Умён. Я подумал, он может поехать сюда. Да. Именно. Я сейчас. Счастливо. Веди себя хорошо и возвращайся. Умён. 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 Негодяй! Хватит, Лон. Простите, Шериф. Я же сказал, хватит. Ублюдок. Я это запомню. Ничего ты не запомнишь. Назад. Посмотрим. Иди. За решётку. Давай, быстро. Всё. Идите. И ты. Всё, выходи. Идите. И ты, Лон. Ну, вот и всё, парень. И сказать больше нечего. Дэд. Есть минута? Конечно. Ты знал, что я не посылал к тебе, Боба Эм. Может, я ошибся. Но судить тебя буду не я, а они. Этот народ. Рад видеть меня за решёткой. Нет, парень. Ты добивался этого последние десять лет, и наконец-то получил, что хотел. Ты мог измениться. Как ты. Как я. Здесь ты достойный человек. А я видел другую сторону медали. Знаешь, где я провёл те пять лет? Гнил в тюремной камере, в окрестностях Соноры. Что скажешь теперь? Ты просто мастер. Придумывать ложь на ходу. Меня ждёт суд, Дэд. Разумеется. Справедливый суд. А потом я тебя повешу. Лично. Рио. Рио. Я не могла не прийти. Я так рад. Я на это надеялся. Ты прекрасна. Прекрасна. Может, если мы встретились ещё раз, всё было бы иначе. Я ехал не за тем, чтобы убить Дэда. И не хотел грабить банк. Я хотел найти тебя и попросить. Стать моей женой. Это правда. Это правда. Я не могу тратить время на ложь. Это не просто. Я должна тебе сказать. Я не буду любить ребенок. Почему ты не сказала раньше? Я боялась, что он тебе не нужен. Я люблю тебя, Луиза. Ты ведь будешь его любить. Ты будешь его любить. И будешь его гордеть. Я люблю тебя, Луиза. Я не мог сказать этого раньше. Знаю, что перед смертью я буду думать только о тебе. Не говори так. Тебя послушают на суде. Они поймут, что ты невиновен. Веряй в это. Я верю. Ладно, хватит. Идём. Простите, что испортил всю романтику. Пора. Отойди. Повернись. Руки на решетку. Расставь ноги. Перестань, Лун. Что он тебе сделал? Ничего. Жаль, что им займется закон. А не то. Я бы сам с радостью начинил его брюхо свинцом. Правда? Ты так уверен, Лун? Ладно. Давай. Возьми пушку. Не нужно, Лун. Просто нажми на курок. Давай. Говорят, ты у нас смелый. Оставлю это тебе. Мне будет не так скучно дожидаться завтра. Глядя на твою унылую рожу и представляя, как она почернеет. Вывалится язык. Может, наконец заткнёшься, Лун? Займись лучше делом. Ты кое-что забыл. Да? Да? И что же? Я ещё не в петле. Будешь, брат. Не позднее, чем завтра. Кстати. Позабудь о ней. Я позабочусь о том, чтобы она не скучала. Грязная скотина. Передам ей привет. Смотри за ним. Звучит. Чайник голодна? Что с ним будет? Будет с кем. Его повесит? Конечно Ты за что-то хочешь с ним расквитаться? Нет Ничего личного Он просто ограбил банк и убил девочку А что? Я слышала, это нужно лично тебе Мне лично? Почему? Из-за истории, которая случилась в Мексике, когда ты его бросил Да Это правда? Я это слышал Откуда ты знаешь? Он рассказал Луизе Умная тварь Это правда? Лучше бы он из-за нее удавился Да что с тобой такое? Я скажу тебе У Луизе будет от него ребенок Да Прошу, послушай Я благодарна тебе за твою доброту Но я не хочу, чтобы моя дочь страдала так же, как я Ты солдала мне тогда Да, но только затем Замолчу Это благодарность За то, что я вытащил тебя с бобовых полей Сделал достойной сеньорой Я дал тебе лучшие платья И крышу над головой А еще Я дал твоей дочери мое имя Мое У нее не было своего Все это правда Но ей нужна твоя помощь Как никогда Помощь? Да Я помогу Пять лет я шел к достойной жизни Я не позволил Убийство тебе не поможет Пусти Прошу тебя Убери руки Прошу Виновный заплатит Обязательно Не лги мне Я видела твое лицо, когда он к нам пришел Твоя ненависть для тебя важнее всего Важнее наших жизней И ты пойдешь на все, чтобы похоронить прошлое Даже на убийство Я велел тебе замолчать Казнь состоится днем раньше Вот и все А ты что здесь делаешь? Можешь уйти обратно Я принесла ему поесть Послушай Иди-ка лучше домой Потому что к нему я тебя не пущу Отец приказал мне Ты должен отдать это ему Мне он ничего не говорил Хорошо Скажу, что ты мне отказал Постой Дай взглянуть А что там? Тушеное мясо Посмотрим Тебе нельзя трогать Я люблю тебя, Рио Люблю тебя Люблю Назад Нет Убери от нее руки Люблю Не смей ее трогать Пусти Пусти меня Пусти А ну пошли Пусти Придется отвезти тебя в офис Где ты и дождешься своего папочки Да Да Продолжение следует... 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 Давай. Ты пойдешь и найдешь мне лучшую лошадь. Всех забрали. Ты умрешь, если соврал. Повернись, руки вниз. Повернись, руки вниз. Там? Нет. Он ушел в салон. На помощь! Ко мне! Помогите! Слезай с лошади. Он сбежал из тюрьмы, Дэд! Слезай с лошадиом! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Туна убил. Этого следовало ожидать. Идем? Нет. Нет. Мне придется уехать, Луиза. Да, скачи во весь опор. Луиза, передай своей матере, что я просто хотел бежать. Но он не дал мне шанса. Скажи, что он меня вынудил. Ты в опасности? Куда ты поедешь? Не знаю. Подумаю позже. Может, в Орегон. Лишь бы подальше отсюда. Может, вы едете в Мексико? Мы бы встретились в Соноре в апреле. Я бы там родила. Нет, не могу. Не могу. Меня ищут по всей Мексике. Но не важно. Послушай, жди меня весной. Если темной ночью ты увидишь кого-то в окне, это буду я. Не волнуйся. Я найду тихое место. А сейчас мне пора. Пожалуйста, пошли. Я люблю тебя, Рио. Береги себя. Я так боюсь тебя потереть. Прощай, любимая. Редактор субтитров... Субтитры создавал DimaTorzok